Аудиокниг в России будет больше. Как удалось автоматизировать этот бизнес, расскажет Филипп Трофимов, ведущий программы Вести.нет. Филипп, приветствую. Не пострадает ли качество? Добрый день. Ну, скажем так, спутать нейроголос с человеческим пока сложно, но в каких-то случаях актерское звучание, может, и не нужно. Как читает робот это мы покажем чуть позже, а начнем с истоков. Поиск по рукописям. Яндекс научился распознавать архивные документы царских времен. Новый сервис так и называется «Поиск по архивам» и доступен бесплатно для всех желающих, для тех, кому интересны или нужны исторические записи. На данный момент в сервисе доступны более 2,5 миллионов архивных бумаг, относящихся к 18 и 19 векам. Метрические книги, исповедные ведомости и результаты переписи населения, относящиеся к Москве, Оренбургской и Новгородской областям. В этих документах можно найти, скажем, все упоминания населенных пунктов известных писателей или, например, своих предков. Причем на выходе можно посмотреть как скан оригинального документа, так и его перевод на современный русский. Искать тоже можно на двух версиях русского языка. Как говорят, это как раз самая сложная задача – научить алгоритм корректно распознавать почерк самых разных людей разных эпох, со всеми сокращениями, вензелями, пересечениями строк и прочим. Понадобились сотни тысяч размеченных вручную примеров, плюс отдельно нейросеть тренировали на оригиналах книг тех лет, чтобы научить алгоритмы понимать язык той эпохи, уметь угадывать слова или буквы из фрагмента рукописи, которые не удалось распознать. Теперь технологию можно масштабировать. В Яндексе рассчитывают добавить архивные документы из других регионов. Возможно, будет расширяться и временной диапазон за счет более современных, а может и более древних рукописей. МТС, меж тем, наоборот, не распознает человеческое, а учится создавать человекоподобное. Сервис строки, который принадлежит мобильному оператору, запускает озвучание аудиокниг с помощью нейросетей и обещает уже в этом году опубликовать до 10 тысяч таких изданий. Нам даже показали, как это будет звучать, ну, на примере сказки. Лисица позвала журавля на обед и подала похлебку на тарелке. Журавль ничего не мог взять своим длинным носом. И лисица сама все поела. Сам по себе синтез речи технология не новая, но озвучивать так художественную литературу только начинают. МТС претендует на первенство в России глобально о подобной инициативе для своего книжного сервиса. Меньше месяца назад заявила Apple. Но там пока только английский язык. И что в Apple, что в МТС говорят, что популярность аудиокниг растет, а качественных записей сравнительно немного. Если, скажем, условно, в «Война и мир» найдется и часто даже прочитанное по ролям, то со сборниками сказок сложнее. И вот тут как раз годится нейросеть. Это сеть, которая не просто обучается на озвучивании книг, это сеть, которая добавлена еще и специальный алгоритм. Алгоритм, который размечает книгу таким образом, чтобы голос мог интонировать, делать паузы, восходящие и нисходящие интонации. Голос должен вовремя замолчать, правильно прочитать диалог, в нужный момент поставить ударение. Ну, самое примитивное и самое понятное, вот в данном случае надо прочитать «Замок» или «Замок». И вот именно это все голос должен понимать, не пропускать. И когда алгоритм разметки книг для интонации, ударений, собственно, читает правильно, вот в этот момент и уходят всевозможные ощущения робота и некоторой механичности голоса. В сервисе «Строки» говорят, что с помощью технологии книгу можно озвучить всего за полчаса или час. И, очевидно, это существенно дешевле. Но при этом там считают, что профессиональные актеры все равно будут востребованы. Просто их есть смысл привлекать для озвучения сложной художественной литературы, а более простую оставить алгоритмом. Книги есть разного качества. Если взять книги, озвученные в каком-то среднем качестве, то далеко не каждый пользователь отличает технологию от живого человека. И «Справедливость» ради, когда мы озвучиваем не художественные книги, а нон-фикшн книги, какую-нибудь легкую психологию, бизнес, то все меньше пользователей способны отличить технологию от живого человека. Наверное, наиболее яркие моменты, когда это заметно, что это все-таки технология, тогда книга очень-очень эмоциональна, когда много разных героев. И, скорее всего, здесь как раз-таки бы ярко проявился именно актер озвучки. Потому что он где-то разными интонациями, разным тембром голоса может отыграть разных персонажей. Стоит добавить, что речевые технологии в МТС разрабатывают давно. У компании есть своя платформа создания голосовых роботов для обзвона клиентов и даже собственный умный голосовой ассистент Марвин. Этот проект, правда, особого развития пока не получил.